всем привет дорогие друзья сегодня я бы хотел с вами поговорить про новое обновление синтезатора zebra обновление с версии 2.8 в котором произошли огромное количество изменений добавились новые функции бэкфиксы и так далее ну что же давайте поговорим про них я специально в правом углу подготовил список изменений давайте пробежимся по очереди по всем этим пунктам и посмотрим что же нового добавилось первый пункт это обновление пресетного браузера во первых в пресетном браузере появился поиск отныне можно поискать пресеты набивая нужное слово ключевое слово и поискать пресет второе обновление это добавление цветовых тегов как в ableton предположим вы можете выбрать нужный пресет перетаскивать на нужный цвет и данный пресет можно с легкостью найти выбирая нужный цвет я думаю многие из вас заметили что синтезатор уже визуально изменил свой скин и теперь он доступен в таком виде в новой версии доступно две новых скина это dark вариант скина который тоже выглядит неплохо по отображению ну и дефолтный скин который больше всего мне понравилось он светлый более такой доступный и понятный в новой версии добавлен новый блок под названием wave folder что же это такое это wave shaper с помощью которого вы можете изменить волновую форму давайте сделаем инициальный пресет и загрузим в ай фолдер обновление коснулось эффектного блока обработки точнее здесь добавили новый эффект реверберации который называется ну верб следующий пункт это изменение pitch band рейнджа здесь уже доступно рейндж до 48 в обновление пофиксили миди cc контроллера особенно контроллер экспрессии и брать контроллер обновление коснулась осциллятором и mcg модулям в данном случае давайте откроем старую версию зебры чтобы сравнивать и посмотреть какие визуальные изменения произошли именно в данных блоках ну в принципе визуально уже сравнивая осцилляторы старой и новой версии мы замечаем что в старой версии все выглядело очень неразборчиво отныне все это очень понятно разборчиво в принципе даже для человека который первый раз открывает этот синтезатор не стоит никакой сложности быстро разбираться и определиться в управлении данного синта второе обновление это изменение mcg модулям я думаю данному обновлению ждали очень многие потому что в данном блоке произошло очень кардинальное изменение вот так выглядела старая версия которая очень сложно было настроить точки управлять а вот так выглядит новая версия нажимая на кнопку editor мы увеличиваем его и можем более тщательно настраивать данный блок изменения коснулись и fmo модулю где находятся наши лфошки отображение визуальное тоже изменилось в старой версии fmo модуль выглядел вот так а уже в обновленной версии мы видим новый интерфейс отображение которое на мой взгляд является более интуитивным и более понятным изменения произошли в модуляции mcg и mmap в модулях произошли изменения в макроконтроллерном блоке визуально изменился вид отображения уже стало намного удобно все это скоммутировать и управлять следующие изменения уже незначительные давайте быстро пробежимся по ним первое это отображение версии самого плагина а также платформы битности плагина под надписью zebry произошли фиксы графического интерфейса отображения windows фиксы вести три системы произошли фиксы которые касаются именно сохранения пресетов которые не работали корректно в системе mac os и windows произошли изменения в скиновом блоке где добавлено 10 до 20 добавления скинов а также и значительных обновлений касательно макос системы уже произошел фикс специально для макос хисера для тех пользователей которые работают на apple файл систем где заброс в себя вел некорректно произошли фиксы касательно кубейса в системе макос когда во время воспроизведения вы поменяли пресеты и кубейс просто крашнулся произошел фикс графического отображения в системе windows когда вы увеличивали размер синтезатора сохранили проект потом открывали проект и синтезатор не открывался в прошлом размере пофиксили бэк касательно высоких нот когда вы игрались и синтезатор крашнулся провели фикс форматового фильтра в разрешении 96000 килогерц sample writing где появились какие-то артефакты ну еще дополнительно какие-то мажорные и минорные решения проблем но самая основная проблема уже мы видим что в синтезаторе решены ну что ж я думаю что обновление реально крутое фикса реально к месту но самое крутое это графический интерфейс наконец-то синтезатор выглядит красиво да многие могут сказать что это неважно и так далее но я добавлю теме то что для нового пользователя то первый раз захотел поюзать этот синтезатор и посмотреть возможности изначально старый скин очень сильно отталкивал многих людей поэтому многие не заценили этот синтезатор в деле и сравнивая старый скин и новый скин можно смело сказать что в новом интерфейсе гораздо легче разбираться в управлении данного синта чем это можно было сделать старой версии еще одно большое дополнение к этому я считаю что zebra это один из самых лучших синтезатор в данный момент в индустрии и это неспроста потому что в нем можно покрутить все что угодно даже с помощью факторе пресетов здесь можно зайти очень далеко давайте я на примере покажу какие-то набросочки которые я сделал и накрутил например в зебре можно накрутить бочку либо перкуссию большим плюсом является еще то что zebra еще открывается как плагин под названием zebrify с помощью которого вы можете использовать эффекты обработки на любом аудио фрагменте или на любом синтезаторе здесь вы можете воздействовать все доступные эффекты начинает компрессоров заканчивая ревербератором дилеем дисторшином и вейв шейпер это тоже самое что и serum effects это дефолтный пресет zebra с помощью этих звуков я собрал маленький отрывок используя исключительно синтезатор zebra вот как то так выглядит новая версия zebra я думаю что вам понятно что синтезатор реально очень крутой и показать всю мощь не было возможно в этом уроке поэтому давайте сделаем так если вам реально интересна эта тема то пишите это в комментариях я обязательно в будущем сделаю стрим касательно зебры мы разберем синтез в зебре посмотрим функционал а также рассмотрим в каких целях его можно использовать ну что ж на этом все подписывайтесь на наш канал ставьте лайки следите за нашими новостями в наших соц сетях и до новых видео уроков всем пока но и Субтитры создавал DimaTorzok